Аптека для бережливых Заботьтесь друг о друге. Как аптека для бережливых заботится о вас. Здравствуйте! В эфире Первого городского службы новостей «Город» студия Алексея Колодкина. Чем запомнилась эта среда жителям города, что больше всего обсуждали в Калининграде, узнаем в ближайшие 20 минут. Ну и вот о чем пойдет речь далее. В Калининграде бездомные собаки напали на ребенка. Почему животное в одно мгновение может из друга человека превратиться в недруга, и кто несет ответственность за тех, кого мы однажды приручили, а потом отказались? Автомобилистам стоит быть внимательнее. 8 октября из-за открытия синагоги движение на улице Октябрьска будет перекрыто несколько часов. Тем временем отслеживать движение автобусов и рельсобусов станет проще. Калининградцам стал доступен новый сервис. Калининградские полицейские придумали новый способ борьбы с нарушителями. В городе появились скрытые патрули в госавтоинспекции. Первый городской продолжает следить за новостями в социальных сетях, что сегодня обсуждали пользователи сети. Ну и главная тема дня. В Калининграде бездомные собаки напали на ребенка. По данным экстренных служб, нападение произошло в районе СНТ Ивушка. С рваными ранами на лице двухлетнего ребенка доставили в детскую областную больницу. Ему уже наложили швы. Сейчас мальчик вместе с мамой проходит лечение. Почему собака в одно мгновение может из друга человека превратиться в недруга? И кто несет ответственность за тех, кого мы однажды приручили, а потом отказались? Смотрите в материале Ксении Дробышевой. Спонсор темы дня – медицинский центр «Идеал клиник». Искать бездомных собак в этом районе нам долго не пришлось. Они здесь буквально повсюду. И ответ на вопрос, почему же здесь такое большое количество бездомных животных, к нам пришел сразу. Местные жители прикармливают их, выбрасывая еду прямо из окон своих квартир. На глазах нашей съемочной группы собакам с балкона кинули кости и сметану. К сожалению, заснять сам момент такой экстремальной кормежки нам не удалось. К слову, СНТ, в котором произошло нападение, находится рядом с приютом для собак. По словам местных жителей, сотрудники приюта должны заниматься отловом и стерилизацией бездомных животных. Вреду от них очень большой на огороде. Хоть какой забор не став, они все равно перепрыгивают, перескакивают. И все топчут, все мои работы, все мои это. Ну, у нас там две собаки, так, не на этой улице, следующей. Ну, это вот в городе хозяева есть, да? Ну, и что ж ты пускаешь? Что ты выпускаешь? Дети тут ходят со школы. Ну, безалаберность. Сейчас в данный момент нет. Я говорю, вот одна муха только у нас есть, и все, кошки в основном. Вот там на Новинском там стая целая ходила. Ну, конечно, страшновато собака, что у них номер. Знаю этих собак, они живут там, вот тут вот тоже. Но это же люди, сами кидают сюда, подбрасывают нам. У меня у самой две собаки, причем бездомные, подобранные. И вообще бездомных животных здесь много, постоянно на мусорки подкидывают, и кошек. Вот так же живет здесь в мусорке собака. Пришла, аж кости у нее были видны, сейчас вот все ее подкармливают, и поэтому такая отъевшаяся. Но не кидают, ну и по крайней мере не видела, чтобы она кидалась на людей. И пока жители спорят, страшно ли жить вблизи бездомных животных, в следственном комитете уже задались рядом вопросов. Одни из главных, кто должен заниматься отловом и кто ответственный за подобные нападения. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Следственные органы намерены дать правовую оценку не только степени тяжести вреда здоровью, причиненному ребенку, но и дать правовую оценку действиям либо бездействия должностных лиц, допустившим факты нападения бродячих собак на детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. К слову, такое нападение на детей не единственное в нашей области. Два месяца назад в поселке Рощино домашняя собака загрызла пятилетнюю девочку. По неподтвержденным данным, семья купила пса для охраны дома за несколько недель до происшествия и посадила ее на цепь. Она напала на ребенка, когда девочка гуляла во дворе. А в июле 2016-го Ротвейлер насмерть загрыз племянника своего хозяина. Хотя, по словам родственников, собака знала ребенка и не была ранее к нему агрессивной. Кинологи утверждают, часто люди сами виноваты в том, что происходит подобное. То место, где собака ест, для нее считается охраняемой территорией и нарушать ее границы нельзя. Поэтому не стоит прикармливать животных рядом со своими домами и квартирами. Еще такой, на мой взгляд, очень сильный момент, это то, что люди просто не смотрят на те моменты, когда собака предупреждает. То есть собака хищник, ей просто растрачивать свою энергию нет смысла. Она зачастую предупреждает. Это может быть рык, это может быть лай. Но люди идут в наушниках, люди идут в телефоне, люди не смотрят на собак. В результате они входят в ту территорию, в которую охраняется собака. Специалисты рекомендуют в случае, если вы все же встретились с бездомным псом, вести себя спокойно. Не стоит делать резких движений. Они также не рекомендуют поворачиваться к животному спиной. Смотреть в глаза можно, но это не всегда спасает. Так как некоторые виды собак расценивают данный жест как сигнал к нападению. Ксения Дробышева, Николай Павлюк, служба новостей «Город». Спонсор темы дня – медицинский центр «Идеал Клиник». Перейдем к другим темам. Завтра, 8 ноября, автомобилистам стоит быть внимательнее. За открытие синагоги движение на улице Октябрьской будет перекрыто на несколько часов. А именно, с 13.00 до 15.00 проехать нельзя будет на участке от набережной генерала Карбышева до Солнечного бульвара. На это время изменится маршрут 40-го автобуса и 72-й маршрутки. А движение 5-го трамвая и вовсе на 2 часа приостановится. После 15.00 дорогу снова откроют. Ну и тем временем отслеживать движения автобусов и рельсобусов станет проще. Калининградцам стал доступен новый сервис, который, по мнению местных властей, хоть и немного, но все же облегчит жизнь пассажиров общественного транспорта. Сайт носит имя «Новитрансинфо». Заходя на него, можно не только отследить путь транспорта в реальном времени, но и посмотреть его расписание. Тут же указана и полезная информация для пассажиров. На карте показывается маршрут городских и областных автобусов, а также рельсобусов. На ней можно будет увидеть и автобусы, предназначенные для людей с ограниченными возможностями. Пока сервис работает в тестовом режиме. Ну и, кстати, вечерний поезд из Светлогорска теперь будет уходить на час позже, а именно в 21 час 45 минут. Прибывать на Северный вокзал электричка будет в 22.38, на Южный через 7 минут. О других новостях города и области расскажем далее в рубрике «Короткой строкой». Студентам могут запретить подавать документы сразу в несколько вузов, правда, только в том случае, если примут соответствующий закон, который в слово предложила министр образования Ольга Васильева. По ее мнению, сегодняшняя ситуация приводит к обесцениванию высшего образования. Чиновница добавила, хорошо было бы повысить и вступительный балл. Правда, пока эти предложения остаются лишь на уровне обсуждения. Променад в Светлогорске достроен до Нового года. Об этом накануне заявил Антон Алиханов. По словам губернатора, работы там ведутся круглосуточно, а само строительство уже практически завершено. Напомним, протяженность нового променада более километра. Он также состоит из пешеходных, велосипедных дорожек, лестниц и спуска к морю. Чаще всего россияне болеют из-за неправильного питания, низкофизической активности и курения. К такому выводу пришли в Бинздраве. По данным ведомства, каждый четвертый житель страны предпочитает нездоровую пищу. Еще почти четверть россиян ведут сидячий образ жизни, а 12% курят. В итоге, каждому второму, прошедшему диспансеризацию, оказалась необходима помощь врачей. Следить за эфиром Первого Городского стало удобнее. У нас появилось мобильное приложение. Интерактивный плеер адаптирован под мобильный интернет любой скорости. А это значит, что посмотреть любимую программу вы сможете в любой точке мира. Интерфейс наши разработчики сделали максимально удобным и понятным. Кроме того, связаться с нами стало проще благодаря кнопкам быстрого доступа к социальным сетям. Сейчас приложение могут установить пользователя андроида. В будущем оно также будет доступно и владельцам айфонов. Первого Городского продолжает набор в школу телеведущих. Все, кто боится камеры и стесняется своего голоса, мы приглашаем на обучение. А также те, кто хочет узнать о работе НТВ все и даже больше. Стоимость обучения около 7 тысяч рублей действует система скидок. Успей занять свое место в студии. Подробная информация по телефону 92 10 32. Как Балтик поощряет своих болельщиков? Какие задачи приходилось решать спецслужбам на чемпионате? И сколько зарабатывают спортсмены за один бой? Подробнее об этом и не только в новостях спорта. Соревнования эффективнее 10 тренировок, уверены организаторы волейбольного мемориала Василия Федорова. Поэтому свои навыки накануне калининградские спортсмены оттачивали в матчи с соперниками из других городов. Победу одержала московская команда. А калининградцы взяли два серебра и одну бронзу. С чем их уже поздравили пользователи сети. В Балтике поощрят верных болельщиков. Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, купив билеты на два первых матча, билет на игру, завершающий футбольный 2018 год, будет бесплатным. Напомним, в этом году Балтику еще ожидают три встречи с Томью, Лучом и Чертанова. Во время чемпионата мира службы безопасности предотвратили несколько терактов. По данным ФСБ, за время Мундиали спецслужбы раскрыли семь группировок. Все они планировали атаковать болельщиков через беспилотники. 88 миллионов долларов именно столько заработает легендарный боец Флойд Мэйвезер за предстоящий бой с японским спортсменом. Как сообщил известный британский журнал, только гарантированный гонорар американца составит 62 миллиона. То есть триллионы рублей, за которые спортсмен сможет обеспечить не только свое существование, но и безбедную жизнь своих потомков. Ну и это еще не самая интересная информация, и вот о чем расскажем во второй части нашего выпуска. Калининградские полицейские придумали новый способ борьбы с нарушителями. В городе появились скрытые патрули госавтоинспекции. На благоустройство пляжа в следующем году выделят в два раза меньше средств. В этом, по сообщению Министерства культуры и туризма, виноваты сами приморские города. Первый городской продолжает следить за новостями в интернете, что сегодня обсуждали пользователи сети. Сейчас полезная информация от наших партнеров. Не переключайтесь, реклама пройдет быстро. Вы смотрите службу новостей города и мы продолжаем. Калининградские полицейские придумали новый способ борьбы с нарушителями. В городе появились скрытые патрули госавтоинспекции. Теперь правоохранители передвигаются на автомобилях без опознавательных знаков. Успешно уже проведено несколько рейдов. Чаще всего нарушители поворачивают там, где это запрещено, а также выезжают на трамвайные пути через сплошную линию разметки. В городе Калининграде впервые прошло профилактическое мероприятие под названием «Скрытый патруль». Сотрудники госавтоинспекции на служебных автомобилях без специальных цветографических схем при патрулировании улиц города Калининграда выявляют право нарушителей и фиксируют их на видеокамеру. Ну и если отношения относительно нововведения правоохранителей как на ладони, то мнение автолюбителей разделилось. С одной стороны, может и да, а как их ловить? Официально все боятся, а неофициально уже можно поймать. Я считаю, это правильно, потому что все граждане должны жить по закону и не нарушать правила должного движения в первую очередь. Это безопасность в первую очередь нас, поэтому я считаю, это правильно. Я думаю, нет, все должны иметь заключительные знаки. Но по закону, насколько я знаю, это неправильно. Поэтому комментарии какие здесь еще. Но несмотря на это, в ГИБДД предупреждает, подобные рейды будут продолжаться и дальше. Ну а теперь подошло время для новостей из мира экономики, бизнеса и политики о новом изобретении Билла Гейтса, переквалификации коллекторов финансирования Балтики и не только расскажет моя коллега Анастасия Соколова. Здравствуйте и начнем с новостей региона. На благоустройство пляжей в следующем году выделят в два раза меньше денег. В этом, по сообщению Министерства культуры и туризма, виноваты сами приморские города, которые в этом году выполнили не все требования. Так, к примеру, вопрос очистки берега многие города проигнорировали. Частично по этой причине финансирование сократилось с 20 до 10 миллионов. А вот финансирование футбольного клуба Балтика власти, наоборот, планируют увеличить. По данным Облдумы, дополнительные 20 миллионов рублей понадобятся футбольному клубу на погашение долгов. Всего в следующем году на финансирование Балтики власти готовы потратить 100 миллионов рублей. Сегодняшние проблемы клуба в ведомстве объяснили тем, что совет директоров не может найти спонсора. К новостям страны и за долгами по ЖКХ теперь будут следить коллекторы. Как сообщает коммерсант, Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств планирует заняться сбором долгов, так как спрос на их услуги в последнее время начал снижаться. При этом эксперты опасаются, что привлечение коллекторов к сбору долгов по ЖКХ может вызвать, цитата, «социальную напряженность». О том, как удачно закупиться на новогодние праздники и не оказаться обманутыми, рассказали в Роспотребнадзоре. Так в ведомстве добавили, покупатель должен знать, что любой товар, приобретенный по акции, можно вернуть или обменять, даже если он просто не подошел по расцветке, форме, габаритам, размеру или комплектации. Обменять его можно в течение двух недель, а если в покупке есть недостаток, то можно потребовать его замены, скидку, бесплатного ремонта или возврата денег. К новостям мировым, миллиардер Билл Гейт, создавший систему Microsoft, создал и еще одну новинку. Ею стал унитаз, который работает без воды, а значит и не нуждается в канализации. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на самого миллиардера, над этим проектом он трудился несколько лет. Создатель уверен, что его безводный туалет будет иметь чрезвычайную популярность и пойдет в народ такими же быстрыми темпами, как в свое время завоевали мир его компьютеры. И это все бизнес-новости на сегодня. Меня зовут Анастасия Соколова. Увидимся на Первом городском. Ну а сейчас наш эфир продолжит курсы валют на завтра. Давайте узнаем, сколько будет стоить евро, доллар и, конечно же, польский золотый. Курсы валют на 8 ноября. Доллар США 66 рублей 9 копеек. Евро 75 рублей 68 копеек. Польский золотый 17 рублей 61 копейка. У дедушки Хомлина на Медовом мосту теперь есть стакан для мелочи. Надпись на нем гласит «Сбор открыть дедушке на пенсию». Кстати, первое слово написано с ошибкой, что привело калининградцев к мысли, что сбор открыли школьники. Что еще сегодня обсуждали в сети, расскажем далее в нашей постоянной рубрике. Спонсор рубрики «Социальные сети» компания «Профишинг-39». Как выглядит мир глазами брошенной собаки? Калининградские зоозащитники выпустили социальный ролик о нелегкой судьбе бездомного. Он рассказывает о том, как живется псу в лесу, куда отвез его хозяин. Четвероногому приходится добывать пищу самостоятельно и терпеть издевательства от детей. Эта история заканчивается положительно. Пес попадает сначала в приют, а оттуда уже в любящую семью. Что не поделили эти двое постояльцев Калининградского зоопарка, остается только гадать. Тем временем видео борьбы уже набрало тысячи просмотров. А из-за цвета их шерсти бой рогатых уже получил шуточное название как «Противостояние добра и зла». А этот автомобиль в сети получил название «Машина по производству радуги». На самом деле транспорт предназначен для орошения улиц города. Кстати, кадры сняли в Китае. Разбирают, как горячие пирожки и плюшевая акула из магазина товаров для дома всегда пользовалась популярностью у москвичей. Когда игрушку начали выводить из продажи, многие стали перекупать ее друг у друга. Вскоре местные СМИ назвали этих акул самой желанной вещью и сравнили с техникой Apple. В столице автомобилиста стали свидетелями необычного явления. Самолет буквально застыл в воздухе. В комментариях к записи происходящее называют либо магией, либо оптической иллюзией. Спонсор рубрики «Социальные сети» – компания «Профишинг-39». Ну а теперь подошло время для хороших новостей. Что интересного произошло в жизни гостей и жителей города, они расскажут сами в нашем традиционном опросе. Сегодня мы решили несколько проблем на проекте по шеопоинту. Иду залог за квартиру отдавать, покупаем квартиру. Мы только что с банка, который договор неправильно нам составил, сейчас переделаем. Конечно, хорошие новости. Погода хорошая, погулять можно. Все рады с кругом. Радуют дети. Работа есть. Пока. Как бы не завишу от других в своей работе. Пока. Тоже. Я жив, я здоров, солнышко светит. Я душу воздухом. Главное – восприятие правильно на этот мир. Ну и по традиции наш эфир завершает прогноз погоды на завтра. Давайте узнаем, какой она будет в столицах России, Санкт-Петербурге и Москве. Ну и, конечно же, у нас в Калининграде. В Калининграде 7 ноября плюс 14, ясно. 8 ноября плюс 13, ясно. 9 ноября плюс 11, малооблачно. В Гданске 7 ноября плюс 14, ясно. 8 ноября плюс 13, ясно. 9 ноября плюс 12, облачно. В Вильнюсе 7 ноября плюс 11, малооблачно. 8 ноября плюс 11, ясно. 9 ноября плюс 7, малооблачно. В Москве 7 ноября плюс 8, дождь. 8 ноября плюс 8, дождь. 9 ноября плюс 6, осадки в виде дождя. В Санкт-Петербурге. 7 ноября плюс 8, малооблачно. 8 ноября плюс 5, ясно. 9 ноября плюс 5, малооблачно. Это были все новости, о которых мы успели рассказать вам сегодня. Напоминаю, что если вы стали свидетелем интересных событий, то обязательно звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. В студии работал Алексей Колодкин. И я напоминаю, что теперь свежие выпуски службы новостей «Город» выходят в 19 часов 30 минут. До встречи в городе. Та, что ближе, та, что дешевле, та, что с большим выбором. В нашем городе много аптек. Но какую выбираете вы? Почему вы выбираете аптеку для бережливых? Да потому что здесь есть все, все в одном месте. И ортопедия, и офтальмология, и медтехника, и самое главное, выбор детского питания. Мы каждый день что-то новое пробуем. Заботьтесь друг о друге. Как аптека для бережливых заботится о вас.